вот так выглядит байпас для слива воды в колодец со всей линии друзья сливной кран и обратный клапан который стоял на насосе расскажу о защите труб от замерзания всегда применяем вот такую вот фирму хэнлайн и там поставим кран просто кран открыли все и вода вся ушла в колодец так друзья у нас смотрите кто здесь работал шланги гибкие поставлены на лен вообще жестокая жесть поступает холодная вода в котелочек здесь стоит обратный клапан и клапан по избыточному давлению чтоб заполнить нам водонагреватель обязательно открываем кран горячей воды если мы его не откроем он у вас никогда не заполнится и включать его нельзя так друзья всем привет сегодня мы делаем вот в этой даче слив на зиму то есть водопроводная система здесь все уже есть мы еще будем демонтировать и переделывать сделано все неправильно заказчика отдал деньги и сейчас мучается топит дом слить воду он не может особенно из водонагревателя а там 80 литров в общем обнаружили мы что горе мастера поставили обратный клапан на насос и сделали там дырку там есть дырка где-то 8 миллиметров вода сначала не уходит потом потихонечку начинает уходить и заказчик у нас жалуется что круглые сутки у него насос включается периодически то есть что происходит насосом водоразбором не пользуются люди а насос включается каждый там минут 20 то есть вот так сейчас мы это все исправим так вот в этом сейчас домике будем мы делать водоснабжение слив водоснабжения на землю так заходим в санузел раковину уже сняли сейчас будем демонтировать краб джиликс подымать его вверх делать байпасный узел байпасный слив значит слив в колодец будем делать также здесь байпас друзья заказчику досталось санузел достал санузел вообще без возможности что-то сделать слив особенно с водонагревателя и вот этот узел сделал неправильно сейчас мы его переделаем сейчас кидываем крышечку от колодца поднимаем насос удаляем оттуда обратный клапан удаляем оттуда отверстие с трубы которые просверлили горе монтажники и сделаем обратный клапан друзья в доме и там поставим кран просто кран открыли все и вода вся ушла колодец вот таким образом здесь все происходит сейчас снимаем подымаем и смотрим обследуем надо нам найти отверстие вот это куда выливается вода и и мы уничтожаем и снимаем обратный клапан поехали арестон 80 литров вот так обвязали котелок кто-то из очень понимающих людей обвязал поставил обратный клапан подрывник и на шлангах все котелок не слить вообще никак и никогда сейчас будем сливать и делать обвязку со сливом на зиму если здесь выключить отопление с котелком у нас заказчик расстается так друзья у нас смотрите кто здесь работал шланги гибкие поставлены на лен вообще жестокая жесть так удаляем обратный клапан из краб из краба джиликс давай нагнись поднимаем так вот так вот обратный клапан где дырка ищем эту дырки нету скорее всего обратный клапан накрылся еще попробую давай посмотри нету прям в этой книгу да не нет на весной нас через обратный клапан точно погрузили тянули или не дотянули да да ну сейчас он тут эти вы надеет так все удаляем обратный клапан собираем обратно удалили обратный клапан напоминаю сейчас обратный клапан будем ставить в доме и байпасный кран и все кран открыли вода слилась все на этом насосе конечно реновато не знаю насколько и хватит это вихрь и харьков наших друзей украинцев винтовой друзья винтовой он боится писка и так далее дешевый стоим где-то в районе 5000 так ставим новый угол старый угол был загнутой резинкой друзья оттуда наверно его выходила вода ровно стоят да подожди вадик ровно нах тут вот так выглядит байпас для слива воды в колодец совсем все линии друзья сливной кран я и обратный клапан который стоял на насосе мы его сейчас с насоса сняли поставили сюда будет он находиться помещение чтобы слить нам воду колодцы на все линии из санузла чтобы не лазить колодец не открывать там никаких кранов достаточно будет открыть вот этот кран и вся вода у нас пошла в колодец сам отеком минуя обратный клапан как только у нас рабочая атмосфера закрываем этот кран и у нас проток воды происходит через обратный клапан он держит столб воды и все работает как часы сейчас будем ставить расскажу о защите труб от замерзания всегда применяем вот такую вот фирму хэнлайн система антифриз это провод он саморегулирующийся дамы и господа включается только по сопротивлению вот где он почувствует холод в этом месте он включится на нагрев где там плюсовая температура плюс один он работать не будет то есть это не как теплые полы включил розетку и они греют и плюс 30 и при минус 30 это умный кабель он пищевой мы его сразу вставляем прям в трубу чтобы не греть за трубное пространство и все остальное друзья сейчас будем тоже мы это стал так все собираемся сделали так водонагреватель арестон 80 литров обвязка водонагревателя стационарная объясняю поступает холодная вода в котелочек здесь стоит обратный клапан и клапан по избыточному давлению поток воды проходит вот в этот вот по этой стороне по стрелочке и попадает в котелок чтобы слить котелок открываем вот этот кран и минуя байпас вода уходит у нас в септик также открываем вот этот воздушный кран с нападает воздух и у нас в котелок сливается моментом чтобы вакуум там не создавался установленного обязательно в обязательном порядке устанавливается воздушный кран окей давай задвигай сейчас запускаем так переходим в санузел санузле знаешь что мы сделали сняли с колодезного насоса обратный клапан он там нахрен прям не нужен поставили суда то есть теперь заказчик чтобы слить вот эту всю линию вместе с гидроаккумулятора тупо открываем вот этот кран и едем домой все друзья на этом слив системы закончен не забываем однако слить воду из колбы открыть все краны в открытой положении так оставляем и уезжаем и не забываем слить унитаз отсюда воду тоже можно вылетели сюда пихнуть я не знаю пол стакана соли ну чуть меньше тогда у вас друзья ничего не замерзнет вот так у нас получилось переделка друзья водоснабжение переделка со слева на зиму что вы здесь видим внизу здесь мы поставили два крана друзья верхняя труба горячая вода нижняя холодная чтобы с горячей воды у нас перешла вода в холодную трубу открываем вот этот кранчик при сливе на зиму открыли вся вода прошла холодную потом открываем вот этот кранчик это вот труба холодной воды она уходит друзья сразу септик если видно там поставлен тройник 50 50 и канализационный и вся водичка у нас со всего дома через этот кран уходит септик друзья тем самым полностью опорожняем систему водоснабжения в доме все окей запускаемся так запускаем насосик сейчас пойдем в колодец пробежимся посмотрим на утечки все нормально домик вешаем и сдаем объект так включаем насосик грамм так пошла у нас смотрите звук это воздух идет закрываем сливной кран вот у нас пошла водичка друзья теперь закрываем всю воду ждем когда отстрельнет роля давления друзья это краб джиликс уже в сборе сейчас работает поднимется у нас где-то до трех атмосфер сколько-то был у вас сколько давление всегда до трех но вот сейчас поднимемся я понял так сейчас мы подождем когда заполнится гидроаккумулятор и леха из там в колодец это колодца нормально бросайте эту и закрывать его еще и лестницу вынимать так сейчас ждем сейчас пока заполнится у нас сразу наполняется горячий у нас 80 литров наполняет так знаете друзья чтоб заполнить нам водонагреватель обязательно открываем кран горячей воды если мы его не откроем он у вас никогда не заполнится и включать его нельзя в розетку в электросеть пока вот из этого крана сейчас не польется вода ровной струей сейчас вы слышите реально воздух сейчас нальется водонагреватель и только после того его можно включать в сеть иначе сработает отсечка по температуре придется разбирать нижнюю крышку и нажимать на кнопочку так ну вот и все из горячей воды у нас пошла вода она еще холодная теперь можно включать водонагреватель в сеть проверяем холодную все работает а теперь смотрим давление давление поднимается два с половиной атмосферы сейчас где-то на трех сработает реле давление выключат насос ждем щелчок но больше пошел внутри с половиной уже пошел об все реле давление у нас на сколько три и четыре все выключил насос давление у нас полностью заполнено утечек не наблюдается все сухо да еще здесь мы установили сам регулирующийся кабель он уходит прям в трубу у нас так что мы не греем дополнительно за трубное пространство сам регулирующий кабель находится внутри трубы вот здесь мы перешли с 32 п.п.н.д. на полипропилен муфтой и поставили кабель так ну что усё всё неплохо друзья делаем заказы мы принимаем заказы не только с на с нуля но и переделываем отопление за рукожопами мастерами которые вам сделали водоснабжение отопление и канализацию всем пока не болеем